17-летняя жительница Харькова Мила Дягилева уже несколько месяцев вместе с подругами живет в Киеве. В разговоре с сотрудником канала 13 Мила рассказала о начале российской оккупации и ужасах войны, с которыми она столкнулась. Я тогда еще ничего не понимала. Нам говорили, нас предупреждают, что будет война, готовьтесь, уезжайте, собирайте вещи, все, мы могли уехать. Я просыпалась, когда началась война, я просто упала в истерику, начали друзья, знакомые, все друг другу писать, как вы живете, что происходит. И теперь я выхожу на балкон и вижу, как не видно границу, и что там все красно, оранжево, там очень громко, все летит на домах, все летит просто на живых людей. Ладно там, ну, и говорили так, что там есть у нас какие-то боеприпасы лежат, у них металлы, но нет же, они летели просто на живые дома. Вот это вот ракетные дома, которые вот сидели, они прилетали к нам каждый день в дома, в детские сады, в школы, просто вот на улице. Мила с потрясением вспоминает убитых людей, разрушенные дома и свое потерянное детство. Была дома, было плюс, ну, так, тишина немножко так была, мы уже подумали, ну, вдруг что-то, ну, хорошее сейчас будет. В итоге мы выходим, начинают бомбить наш район, мы выходим, убегаем в подвал, в соседний дом, я выхожу, смотрю, в мою квартиру прилетело. Прилетело, я ушла в подвал, я понимаю, что это в мою квартиру прилетело, все, у меня нет дома. И тут начинают бомбить именно по соседнему дому, там, где я стояла, из подвала вышла. Я звоню родственникам, говорю, типа, у нас все хорошо, мы живы, типа, ну, потому что моментально все звали, куда что прилетело. И ты теперь понимаешь, что по нам начинают бомбить. Летит просто ракета, ну вот я стою под домом, летит просто в дом, под меня. На меня летят осколки. Я бегу в подвал, у меня ушел звенит, у меня начинается истерик, все плачут. Когда я забегала, стоял мужчина, полюб под подъездом. Тоже все вышли позвонить родственникам, сказать, что все живы. И я вижу, как летит с окна стекло просто, вот выбило стекло. И просто человеку голову разрезало на две части. Ну, мне 17 лет. Что у меня в голове должно отложиться после таких вообще событий, и то, что я видела. Есть маленькие дети, которые все это видели, и еще похуже. Прожив 4 месяца в Европе, девушка вернулась в Украину и с нетерпением ждет победы украинской армии. Она не сомневается, что украинская армия обязательно накажет оккупантов. Я верю в наши заселы, что они все сделают. Рано или поздно мы победим. Тут без вариантов. Неважно, это сегодня, это завтра, это через месяц. Желательно, конечно, раньше, и все это будет. Когда все это началось, я прилетываю, у меня был 3 марта. У нас в основном все сидели в Харькове. От мой дом прилетит в мою квартиру. Тогда я уезжаю. Нам некуда уезжать. У нас никого нигде нет, нам некуда уезжать. Мы уехали в область, начали там стрелять тоже. Очень страшно стало. Я говорю, мам, я хочу еще жить. Давай уезжать отсюда. Мы сорвались просто в никуда. У нас нет нигде никаких знакомых. Мы сорвались, просто уехали за границу. Просидела я там 4 месяца. Приехала обратно, потому что я изначально сказала, что я вернусь в Украину. Я не могу жить в Европу. Европа это не для меня. Я привыкла к жизни в Украине. Я вернусь в Украину. Жалко, что я не в Харьков. Там очень сейчас страшно. Плюс мне еще некуда возвращаться. У меня нет дома. У меня была вторая еще квартира. Там ее тоже нет. Там ничего не осталось. Мне возвращаться туда некуда. А в Киеве, ну, хоть как-то, хоть куда-то можно было вернуться. Поэтому пока что я вернусь.